В наш город прибыл важный гость, генеральный секретарь общероссийского объединения профсоюзов СПР Евгений Куликов. Именно к нему некоторое время назад за помощью обращалась инициативная группа Депо номер 2. Родину Первого Совета Евгений Куликов посетил с одной целью – разведать обстановку с профсоюзами. Здесь идет совершенно колоссальная активность людей, в частности, профсоюз-таксист. Он понял, что такое профсоюз нормальный, активизировал свою деятельность. И сейчас вокруг этого профсоюза собираются все реальные люди, имеющие гражданскую позицию и которые готовы бороться за свои права. Ситуация с работниками Депо некогда произвела на главу Союза профсоюзов России огромное впечатление. Но оказалось, что это не единственная проблемная отрасль Ливанова. Сегодня навстречу к нему пришли перевозчики. Те самые, которые уже больше года бьются с местными чиновниками за возможность работать на маршрутах. Глава СПР предложил перевозчикам создать собственную ячейку профсоюза. Это может помочь в их борьбе за справедливость. Вес любого профсоюза выше, чем конкретного либо предпринимателя, либо просто гражданина-работника. Если гражданин бьется, борется сам, обращается в различные инстанции, ну его, как правило, надолго не хватает и он перестает это делать. А когда этим занимается целая организация, и не только в Ивановской области, но еще и на уровне России, то увеличивается и возможность, и шансы для достижения цели. Тема интересная, очень интересная. Механизм есть, поработать можно. Какой будет результат, посмотрим. До сегодняшнего дня перевозчики уже состояли в профсоюзе таксист. Но проблемы маршрутчиков и таксистов совершенно из разных песен. Создание отдельной ячейки профсоюза под крылом уже существующего позволит перевозчикам вплотную заняться своими проблемами. Насколько я знаю людей, они довольно действительно инициативные, они грамотные, они подкованы в своем законодательстве. То есть я не могу, например, как представитель профсоюза таксист, сейчас полностью окунуться, вникнуть в их проблемы, в их законодательные нюансы какие-то, и защищать их в полной мере так, как они могут это сделать сами, на самом деле. То есть думаю, что в принципе у них сейчас обретение вот такой самостоятельности, оно даст положительный результат. Если в городе больше одного СПРовского профсоюза, то это уже региональное объединение. Во главе его в нашей области встанет неизменный лидер таксистов Роман Круглов. Кроме того, по нашей информации, под покровительством все того же СПР в Иванове планируется создать профсоюз работников СМИ и охранных агентств. Тут они попали по адресу. В нашем городе есть, чьи интересы защищать. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.